Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Художник не может быть неудачником. Само состояние быть художником – это уже удача. Так сказал когда-то американский психолог Чарльз Кули. Именно этот вопрос, эту тему мы попытаемся обсудить в течение сегодняшнего эфира. Добрый вам вечер. Сергей Краснобород, ведущий программы. Мы обсуждать будем это с Надеждой Александровной Репиной, художницей, аквалеристкой. Ну а музыкальное сопровождение – Александр Гулай. Итак, Надежда Александровна, прав ли Кули? Удача или удача быть художником? Как вы относитесь к этому? Ну, может, он со своей стороны прав. Здравствуйте, телезрители и все студии присутствующие, мои дорогие. А, собственно, я лично считаю, что вот если мне такой дар упал сверху вот на старости лет, то, наверное, это я что-то заслужила, наверное, что-то такое сделала, что понеслось. А вы так сразу о старости лет заговорили? Да. Давайте вернемся все-таки вот к самому понятию. То есть Кули распределяет художник-неудачник – это человек, который непризнанный, да, получается? Ну, с позиции вот жизни в целом. Или художник как состояние души, само состояние – это уже удача. Вот что он имеет в виду. Ну, собственно, как бы спорить же невозможно. Это очень риторически. А удача, она любому творческому человеку – художник, не художник. Если он может как-то себя воплотить, может что-то такое, кроме спать, есть и творить, вот если так четко сказать. Но это вот, ну, это удача – это сильно мало. Это вот, это состояние души, которое вот, просто состояние. Просто человек может вот улететь и как бы защититься вот от всего. Вот, как и лично я рисую от большого счастья вот эту радость. Она мне как бы дается, слава Богу. И, в общем-то, это большой дар. И, ну, может быть, это удача, но это именно божественная удача. Это сверху, вот, сверху. А трудиться нужно? Удача – это удача. Ну, понятно, состояние. Я, например, тоже хочу, как вы, освоить акварель. Потому что, ну, давайте нашим слушателям скажем, что Надежда Александровна больше аквалерист. Да? Да. Акварелист. Вот так. Вот и колор. Да. Почему именно акварель? А потому что это вот как бы все гениальное просто. Сейчас идет мировая тенденция, что акварель, в общем-то, все с ней знакомятся в детстве. И вместе с детством, когда детство уходит, она как бы угасает и становится как бы непопулярно. А на самом деле акварель – это уникальная техника, которая имеет шеститысячнолетние корни в Китае, значит, в Японии. И, в общем-то, это настолько серьезно, настолько увлекательно. И что я даже начинаю забывать, что хотела сказать, потому что меня уносит туда и туда. Акварель – это вода? Акварель – это вода. То есть откуда вот это представление несколько, ну, если брать живопись, графику, да, откуда представление об акварели? Ну, краски, вода, да, как в детстве на уроках рисования. И вдруг появляются такие работы, ну, ваша работа, например, ну, не скажешь, что это акварель. Ну, а вода-то, собственно, 80% – это все вода. И, в общем-то, если жить в согласии с ней, то можно действительно достичь больших высот. Ну, вы выбрали акварель, потому что… Потому что было дешево, потому что это доступно, потому что 25 лет у меня лежали краски, которые ждали своего часа. Ага. А теперь давайте, вот мы с вами сразу начали наш разговор так сверху, вначале с позиции художника, а теперь давайте конкретно. 25 лет лежали краски. Да. То есть вы не рисовали изначально, не профессионал? Ну, то есть, корочка есть о том, что я художник. Вот у меня есть корочка, я журналист. А вы художник? Ну, извините. Дайте мне погоны, да, я их повешу. Да. Себе, себе. Да. Себе. Значит. Итак. У меня есть диплом, конструктор-моделер одежды. Я 4 года, значит, изучала живопись, композицию и рисунок. Но, когда я поступала, я поступила практически без подготовки. У меня не было специальной художественной школы, у меня не было специального руководителя. Все, что я ухватила в школе на уроке рисования. Я приехала в техникум в Минск. Вот. Очень долго изучала те работы, образцы, которые мне нужно было нарисовать на экзамене. И вот сдала экзамен на четверку. Фактически выдержала 25 человек на место. И, в общем-то, вот этот вот феномен, что я поступила без подготовки, мне как-то тогда вот показал дорогу, что вот что-то есть вот в этом деле. Ну и там получается, что учились вот непосредственно профессиональному художественному делу только в техникуме, да? Да. А дальше, после завершения техникума, то есть, что это модельер-конструктор одежды. Да. Это тоже ведь рисовать приходилось, наверное. Это так далеко, и так это, в общем-то, в этих социальных... Что такое художник-оформитель? Это плакаты, перья. Кто в армии работал, тот знает. Это георгиевская ленточка с гвоздиками. Ну, оформление, значит... Обычный стандартный набор, да? Это очень несерьезно, это очень как бы неприбыльно. И, собственно, к 30 годам я уже понимала, что надо поднимать более интересную или прибыльную работу. И, в общем-то, поступила в университет, экономическая информатика АСУ, и закончила благополучно такую специальность инженер-экономист. Свой экономист? Да, с программированием, связанной с электроникой. А вот почему краски лежали 25 лет. Да. И все, то есть, закончили, стали программистом, да? Получили нормальную... Да, это не... Ну, программист-то там, конечно, далеко, но, в общем-то, даже не хочется рассказывать. Потому что... Потому что... Это уже, да. Потому что разговор не о том. Нет, наоборот, наоборот, очень интересно. То есть, получается, что изначально вы как бы стремились к какому-то художественному творчеству, да? Потом оказывается, что оно не востребовано. Вот, вспоминая предыдущую фразу Ули, да, о том, что художник может быть неудачником. Художник-оформитель, зачем мне быть неудачником, когда есть нормальная специальность, вполне устойчивая, доходная? Я, в общем-то, этим и займусь. Получается так? Хочу сказать, что вот в данной ситуации, вот минуя вот все эти 25 лет и все вот эти ступеньки, вот я и начала разговор о том, что я что-то заслужила, да, в этой жизни. А, собственно, вот начался интернет, что я могла сейчас рассмотреть в интернете любую живописную работу, которая меня когда-то очень, значит, вдохновляла. Да, начиная с Джоконды, потому что репродукция одно, недоступность другое, что не в библиотеке, не все. А тут открываешь, куда захотел, подошел, куда посмотрел и историю, и растянул эту картинку, и ближе, ближе, до деталей. Вот этот вот кайф интернета. Второе дело, что, в общем-то, моя удача, что заработав хороший стаж и пенсию, у меня опять появилось время этим заниматься, любимым делом. Что сразу сказать, удачный художник, это, наверное, начинаешь думать, что вот тот художник, который, на него сыпятся деньги, чтобы он какую-то закорючку не сделал, уже вот работает его авторитет. Это не то совсем. Или неудачный художник, который стоит на рынке, ничего у него не продается, и он идет с этими картинами домой, и нечем детенка нам накормить или жену, которая уже... Какую печальную картину рисовали про художника. Вот, и вот это слово удачный, и сразу думаешь, а что ж такое неудачный? А, собственно, здесь вот свободное время вот перелилось в то желание, которое вот во мне вот как блудной дочери вот дремало, а потом вот как бы нашло воплощение. То есть вы, я так понимаю, неспроста упомянули блудной дочери, да? Потому что именно так называется серия, да, название выставки вашей. Да, и была выставка, и серия. То есть здесь какая-то... Ой, все сразу. Это одна из выставок, да? Всего их сколько было сейчас? Выставок ваших персонажей? Восемь. Восемь? Да. То есть вот это возвращение блудной дочери, это первая выставка? Да, первая выставка в Минске была именно под таким названием. И вот эта аллегория возвращения блудной дочери, это получается, ну, как бы возвращается к тому, что 25 лет краски лежали, и вдруг захотелось вспомнить и, ну, выдать то невостребованное, что было, что молчало, пока вы были экономистами. Это одно направление, вот фактически так как бы вот есть по уму, да, по сердцу, то, что я и сама дочь, что я и сама мать, и что, в общем-то, вот этот вот вечный диалог, как возвращение блудного сына, он в жизни действительно библейский сюжет, и, в общем-то, к нему каждый обращается. Это по душе каждому, это можно найти отклик у любого человека. Вот когда я первый раз вот сказала своей знакомой, что, говорю, вот рисую такие вот интересные работы, возвращение блудного, она сразу, ой, а что, что я дочь скажет? Я говорю, зачем мне, что моя мать скажет? Мама вышла на пенсию и занимается непонятно чем, иди грядки выращивай, и корми дочь, так ведь, что ли? Да, а всем, как бы, всем моим домашним, всем за счастье, это такой, как бы, такой даже не вулкан, не пороховая бочка, а так просто, что вот тихий омут, который вот раз и расцветает, как лилия, вот из болота. Да, вот скорее всего так, там не черти, а просто так вот, лилия, так пух, в одном месте, в другом, вот как грибы. И, в общем-то, я не знаю, вот если наперед сказать, сколько мне эта баба вот хватит, интереса, вот сколько у меня есть мыслей, которые вот можно рассказать или вот как бы вот оттянуться на этих работах. Ну, в общем, мое большое счастье, вот то, что вот люди видят, и я могу с ними вот разговаривать, не так вот, как бы, буквами и текстом, а вот таким вот живописным приемом, и даже на разных языках, что человек видит, и он уже для себя что-то вот больше может сказать и ответить сам себе, гораздо больше, чем бы я вот так вот между собой. А вы вот пока лежали 25 лет эти акварельные краски, никогда не хотелось или нужно было, чтобы интернет показал, что, в принципе, мир широкий разнообразен? То есть никогда не хотелось? Или быт, заботы? И быт, заботы, и, в общем-то, к этому нужен... Ну, один раз было. Было. Ну, один раз. В общем-то, мне тогда очень... То есть где-то там подспудно вообще созревала мысль, что, может быть, еще будет. Вот такая вот... Если я очень полюблю какую-то картинку, которая мне очень нравится, значит, я могла ее выпросить, пойти отснять на цветном принтере, вот даже на приорбанке где-то была такая, значит, мастерская, сложить эту стопочку у себя. Да. И вот если вот очень интересно, и так вот что-то такое, как в убежище таком открываю, посмотрю, посмокую, закрою, вот должно прийти, вот должно созреть. То есть это хочется, чтобы было, чтобы было рядом. Да. И вот у меня была такая картинка с гнездом птичьим. Два птенца в гнезде, и вот я, собственно, ассоциировала это со своим домом. И вот это гнездо берегла, берегла, смотрела, а потом все-таки нарисовала. И вот когда нарисовала, успокоилась. И причем я там уже рисовала, и типа кибана, и толстая была такая рамка, и внутри еще бабочку туда к этому гнезду этому прицепила. В общем-то, там как-то так вот ту мечту, которую я сложила, в общем-то, успокоилась. Ну, а в общем-то, рисовать начала по просьбе этого американского автора. Он сам, кстати, здесь имеет корни село, деревня Абакумы, Гомельского района. Откуда американский автор? Извините. С интернета. Давайте, вот, с интернета. То есть вы вначале начали рисовать, выкладывали свою работу в интернет? Нет. Все было не так. Сначала он увидел, что я из Гомеля. А. Да. И говорит, что у меня здесь есть родственники. То есть по переписке происходит? По переписке. Но я уже в это время увлекалась его творчеством. Он очень замечательно. Вот русскоязычный поэт и прозаик, и пишет замечательно, и что... Игорь Джерри Курас. Это два имени и фамилия, значит, такая. Курас. И оказывается, у него дед родился в Лоевском районе, в деревне Абакумы. И, собственно, как бы на этой волне, вот на каком-то землячестве... А вы тоже оттуда или как бы? Нет. Нет? Нет? Просто... Да. Просто выяснилось, опять же, что этот дом... Что это Абакумы еще существует. Еще дом этот Курасовский, где он, где дед его родился, еще был цел. И что во всей этой... При Советском Союзе это был дом школа. И после школы этот дом еще был библиотекой. И слава Богу, что вот эта библиотека, как казенная такое, значит... Сохранилось здание само. Сохранилось, вот. И я еще успела к этому дому приехать, пофотографировать этот дом. Чтобы ему отослать. Да. Да. Там, конечно, там три горючих слезы как бы пролилось. Потому что это действительно интересно. Это действительно в тех... Вы вот так вот просто по переписке связались и что, решили помочь ему или... Да, за большие деньги, что же... Да ладно. По интернету прямо и пересылали. Да, вот так вот. Просто по дружбе, по интересу, что вот самой было вот интересно. Я в то время еще как-то имела по почте связи. Не знаю, вообще, как бы, опять мне не хочется об этом говорить. Он писал стихи. Да. И видел ваши работы, вы обменивались... Да. И попросил проиллюстрировать книгу. Свою книгу. Вот. Но мои работы он еще не видел. Я просто ему рассказала вот эту историю, как вам, что я поступила без подготовки, что у меня есть какой-то дар, но он у меня там где-то закопан, и я его храню. Он спровоцировал. Да. Американец спровоцировал гомельчанку на творчество. Да. Да. Поверьте. Может, это как бы от большой любви. Может быть, это от того, что действительно это должно было уже вот выйти. То есть зрело, 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 и вдруг... Да. И поверьте, что когда вот эта вот пошла потребность в моих работах, вот просто думаю, ну что я буду рисовать? Ну куда я повешу? Ну что это? Мне неинтересно. Мне до сих пор как бы не очень интересно рисовать портреты, потому что я свой фейс не очень-то как бы... Что за интерес? Вот фотографий достаточно. А тут, понимаете, есть потребность вот рисовать. Вот, например, первое баловство у меня было, значит, я брала лошадку с наездницей и делала только одну лошадку. Это копировала, да, училась просто по копированию. И, значит, картина такая, что сначала лошадка с наездницей, а потом эта же лошадка без наездницы. Рука Вики Кирди, а это рука моя, да, но они похожи, они вот... И пишу, значит, когда женщина как бы покидает лошадь, то... Начинается с самостоятельной интерпретации даже уже готового. Просто копировать тоже не хочется. Да. Просто копировать. Да, просто копировать не хочется. Ну и вот давайте продолжим про книгу. Книгу вы оформили, да? Да. Оформили, отослали ему работы, в акварели. Нет, значит, получается так, если кто связан с печатным этим делом, это очень вообще процесс кропотливый. Сама подготовка рисунка к печати? То, что я рисую, сканирую, отправляю. Поэтому, значит, первая проблема – качественный фотоаппарат или качественный сканер. Я с этим столкнулась и по городу уже знаю, где эти сканирования, где эти... Берет цветность всю, не всю. Мне самое главное, когда тошного художника, чтобы это передалось цветовой гаммой, точно как по картинке. Ни больше, ни меньше. Мне не надо ни прикрашивать, ни это. А потом, значит, я приспособилась... Когда пошли большие форматы, я же уже вот работаю 76 на 56 размеры, не А4, как бы книжный вариант. Да, да. То эти форматы требовали... Фотоаппарат хороший, который тоже уже как бы зреет купить. Я приспособилась на свои мыльницы, а то иногда приглашаю своих друзей. То есть тут уже мы немножко проникаем в лабораторию художника. Да. Ну, а в общем-то... Ну, оно не получится. Вы что? Ну, извините. Вы понимаете, что я провокационный вопрос задаю? Кстати, питерский искусствовед меня вот на этом поймала. Говорит, что ты, когда изображала вот эту Мадонну, говорит, ты коллажем занимаешься. Вот. И я давай смотреть, что же такое коллаж. Потом вот, когда отправляла на конкурсы и переспрашивала, даже вот в Америке переспрашивала, вы эту работу примете, как за мою работу, это не будет считаться коллажем. У меня даже сейчас есть, проскакивает как бы в моем творчестве условный коллаж. Вот. Потому что то условие, которое я сама перед собой ставлю, не то, что я вырезаю и приклеиваю или, как говорится, обвожу, а я ее четко, честно, по строениям занимаюсь, рисую так и получаю огромное удовольствие, что у меня эта линия идет, она схватывается, она еще как бы мне отзывается. Ну, здесь, может быть, знаете, с одной стороны, состояние постмодерна такое в искусстве, когда уже все перемешано полностью. Это с одной стороны. А с другой стороны, общий культурный верень настолько нивелирован, чтобы не сказать, что упал, что даже для того, чтобы намеков уже никто не понимает, нужно конкретно взять чашку и поставить на стол, чтобы было понятно, что это... Нельзя так сказать или изобразить, что какой-то предмет, содержащий жидкость, стоит на каком-то предмете на полу. Нет, надо взять чашку, поставить на стол. Точно так же и у вас, может быть, на картинах конкретные, что Мадонна, что ссылки на Микеланджело, на Рафаэля, так? А это принимают за коллаж, за прямое копирование? Да, посмело. Будто вы копиист. Да, посмело. И, в общем-то, когда понеслась вот эта моя серия, вот одна картинка, вторая, третья, я выдаю эти работы вот на питерский сайт Константину Куземе, молчание, 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 и на пятой работе он говорит, ну что я тебе могу сказать? После этих работ ты, говорит, критику можешь уже не слушать. В общем-то, тогда, это два года назад, и только через год еще спустя он меня перевел в разряд друзей. Это для меня такое счастье, это самая, как бы, вот, большая оценка, которую вот я бы вот и не мечтала. То есть здесь мы уже приходим к следующей теме. Учителя. Получается, что не так самостоятельно вы это все осваивали, да? А что это питерская школа, акварельная? Да. Значит, опять, когда мы с Игорем Коросом делали, значит, иллюстрации, и он-то сам родом, лично он из Питера, и, в общем-то, проскакивала эта тема, значит, я по интернету начала искать изображение вот города Питера, вот так, как мне вот интересно. Не то, что... А вот и... Для того, чтобы вписать в его... Да, да, вот как-то у меня есть такая серия, которая, она особо никуда не попала, но она так разошлась у меня по друзьям. Вот. И увидела, вот, опа, вот это мне нравится, вот это я так хочу. И начала разглядывать этого Константина Кузему, и вышла на его сайт, и зарегистрировалась, и, в общем-то, познакомилась, и объявила себя там. И, в общем-то, приняли с удовольствием, и вот мы там до сих пор, как бы, все перекликаемся. Надежда Александровна, ну, а что касается гомельских художников, гомельщан, тех, кто занимается акварелью, вы с ними как-то связаны? Да. Курашова, Светлана Львовна, как бы, и Игорь Хайков, два таких монстра акварельных. В общем-то... Показывали свои работы. Да, я с Курашовой познакомилась на ее выставке, меня пригласили посмотреть, и, в общем-то, я сразу, как бы, ее в оборот, телефон, все, придите к нам на акварельную сессию, к нашим пенсионерам, давайте, давайте, в общем, поддержите нас, вот, на верном ли мы пути. И, в общем-то, у меня есть уникальные фотографии, там, где она рассматривает наши подделки, которые сделаны, вот, на китайской технике. И, в общем-то, получили высокую оценку, были вот прям... А Игорь Хайков к нам приходил, давал два мастер-класса. Вот. Собственно... Что касается непосредственно ваших работ. А что? Что вы хотите услышать? Я хочу узнать мнение профессионалов профессионалов и критиков художественных о вашем творчестве. Давайте... И ваше отношение к этому. Вот, если так вот конкретно и коротко, значит, остальных я не знаю. Ни акварелистов гомельских, ни учителей, ни о том, что они говорят. Вот. Это и хорошо, и плохо, и, в общем-то, как бы... Ну, как есть. Вам хватает... Просто я пришла поздно. Элита вся друг друга знает, что... Расталкивает локтями место себе на художественном олимпе Гомеля как-то... Вот я это не говорила, а вот эти слова... Константин Кузема тоже вот говорил так, что вот приходит человек, и не надо ему расталкивать с колоктями никого, просто он занимает то место, которое вот... Вот просто было пусто до этого. Это он про вас говорит, да? Может, и про нас, а может, и не про нас. Хорошо, давайте мы прервемся на небольшую паузу, а после продолжим говорить. Вы уже так заинтриговали немножко нас тем, что приходило и Курашова приходил к вам в мастерскую. Вот сейчас мы поговорим об этой мастерской, только после небольшой паузы. Пожалуйста. Продолжаемый вечерний эфир на канале Беларусь 4. Сегодня мы разговариваем с Надеждой Александровной Репиной, разговариваем о живописи, об акварели и, кроме всего прочего, еще об одном проекте, можно так сказать, да? Кроме того, что вы хороший художник, именно так, вы еще ведете акварельную сессию для пожилых людей. Да. Что это такое? То есть мы начали говорить о том, что вы фактически рисовать начали, акварелью заниматься, выйдя на пенсию? Ну, чуть-чуть раньше. 52 года. Я думаю, у вас это не... Да пускай знают. Коробит такое. Пускай, в общем-то, пример берут. И получается, что акварельная сессия для пожилых людей – это как продолжение? Да. И как рассказать, поделиться своим опытом, что такое акварельная сессия для пожилых людей? Давайте поподробнее. Значит, первая такая вот мысль – то, что с телевидения, вот я сейчас с вами беседую, да, и самый большой плюс, вот, а что дальше, как мы с вами пытались спросить друг друга, а что дальше? А что дальше после того, как вы побываете в нашей программе? Да, если после этой программы вот придут ко мне люди, которые хотят рисовать, или то, что у них когда-то был талант, и они его, ну, как-то не развили, это самое большое будет дело. Точно так же эта акварельная сессия для пожилых началась 3 года назад. Прошла, значит, реклама о том, что я рисую, и первая моя выставка в библиотеке Герцена проходила, и я там пригласила людей порисовать со мною вместе. А, то есть вот так начиналось, да? Да. И вот, например, моя... Во время выставки прямо, да? Давали краски, давали... Да. ...бумагу. Рисуете вместе со мной? Да. Вот два человека пришли ко мне после телевидения. Вот увидели случайно, как бы, по телевизору. И пришли в назначенное время. Два человека, как бы, знали. Там еще вот друг за друга, там, сарафанное радио. В общем, пришло аж штук 12 человек. И за мной в это время, вот, мы, значит, сотрудничали с Гомельским областным объединением, общественным объединением социальной проекты. Еще так, как бы, начинали думать, кто, кого придет больше, молодежи или пожилых. И пришло 4 к 8. Вот. Пожилых пришло больше. И, в общем-то, порисовав, ой, как мы хотим, как мы хотим, как бы нам бы, как бы помещение. И, в общем-то, с... А вот приходили они куда? Под выставку. А, под выставку. А, вот, понимаете... Прямо на выставке там перезнакомились, давай рисовать. И оказывается, что хорошо было бы собраться вместе, но где-то в каком-то... Да. И периодически собраться. Да, и не покидать друг друга, вот, поддерживать, вот, как бы, ляпать красками, о своем разговаривать. И, собственно, так и получилось. Клуб. Клуб, получается, да? Да, так и получилось. Это фактически называется инициативная группа. Вот. Имеет свою инициативу, имеет группу. И, слава Богу, у нас есть помещение от социальных проектов. А вы руководитель этой инициативной группы? Да. Значит, я писала и программу, и, в общем-то, задания у нас есть, и, в общем-то, я готовлюсь к этому. Вам зачем это надо? Ну, рисуете и рисуете. Вот, вот. Вы видите, американцам картины, книжки оформляются. Я нашла это слово. Где-то питерские художники вас знают. Вам зачем эти гомельские пенсионеры? Чисто эгоистическая, как бы, моя позиция. Ну, это я говорю, как нормальный обиватель, который лежа перед телевизором, смотрит и думает, зачем мне это надо? Вот, как самый натуральный, вот, конкретный человек, который ставит себе задачу постичь школу. вот, что, значит, я начинаю разливать эту краску на большом листе бумаги в консистенции сметаны? Вот я хочу, значит, я делаю это, и мои пенсионеры точно так же говорят, давайте делать вместе. И когда эффект получаю я, а у меня, получается, еще 9 человек таким же эффектом, то у меня, получается, в какой там степени, в 9 степени, я вижу результат. Понимаете, это фактически моя работа, такая умноженная на 9. И все те приемы, которые мне дают в интернете, китайцы, еще там, японцы, да, кто акварелью занимается, в общем-то, она же непостижима. Ею надо заниматься и заниматься. Акварель непостижима. Да. Да. Она уникальна. Такое утверждение серьезное. Да, она уникальна тем, что ее даже скопировать, фактически, две одинаковые картины создать невозможно. Если пустить вот эту акварель в полет, в плавание, да, вот капнуть, и она течет, вот только ей дай растечься. Она там тебе вырежет и звездочки, и снежинки, и какие-то бабочки, что только диву даешься оставить, сохранить, или феном присушить, или вот так вот около нее вот колдовать. И понимаете, вот уже мои вот воспитанники уже вот это чувствуют, и глаз наметан, и зрение, и вот впечатление, приношу картинку. Вот смотрите, давайте повторим, давайте. Потому что все дружно ахают, если кому-то нравится, кому-то не нравится. А теперь вот чувствуется, что настраиваемся на ту волну, вот как в музыке, настраиваемся на тот акварельный жанр. Ну, на самом деле, как материал, акварель с одной стороны сложный, с другой стороны простой. Простой то, что вот пошел в магазин, и по сравнению с красками масляными, предположим, цены существенно отличаются. Да. А сложный в том, что именно вот это обманчивая простота, когда один раз краска растеклась, и больше ты с ней уже ничего не сделаешь. Ее не соскрести, не... Не-не-не. Как бы там тоже... А, бритвочки, бритвочки подрезать. Я могу рассказать, что есть же производители бумаги, у которых 400 лет опыта. Вот немецкая бумага Ханемюли. Это итальянская Фабриана, на которой писал Леонардо. Вот. Специальная бумага для акварели? Да, английская бумага. И у вас есть такая? Сандерс Ватерфорд, да. Есть еще Аршес. И такие бумаги, они, в общем-то... Я надеюсь, это не будет восприниматься как реклама бумаги. Знаете что? Да пускай бы и была бы реклама, если бы она в Гомеле была доступна. Значит, одну бумагу мне везли с Питера вот таким рулоном за счастье. Другую я, значит, выписывала, потому что в Белоруссии нет поставок. Вот, друзья мне немецкие присылали. То есть, оказывается, не такое дешевое все-таки занятие акварели? Да. Конечно, есть там приемы, что бумага щадит художника, и можно ее смыть, эту бумагу, где-то потереть, где-то ваткой затоптать эту лишнюю краску. Но вообще вот эта дисциплина руки, это, конечно, самая большая награда. Если сделать вот одним слоем, или как-то, как у меня две руки работают, в общем-то, я могу вооружиться двумя кисточками в руки, то оно видно, бумага дышит. есть такая бумага, как вам сказать, что вот прослойка, вот первый слой белый, да, а она краской затекает и начинает как бы отражаться, и вот этот эффект, если вы видели в моих работах, что говорят, прозрачно, да, вот, бело, там, чисто, вот, слой на слой прозрачно, это в основном одно дело заслуга моя, другое дело, что это заслуга бумаги, что как Мерседес или Запорожец, каким управлять, это тоже вот, какой эффект. Все равно дорога, ехать-то надо. То есть, вы хотите сказать, что вот это знание фактуры, это немаловажно. Немаловажно. А насколько вот те, кто приходят на вашу акварельную сессию, насколько помогают, то есть, они помогают вам учиться, и вы учитесь у них? Естественно. Рост есть среди тех, кто с вами занимается? В общем-то, конечно, за три года есть рост. И самое, что удивительно, вот мне нравится, вот у нас уже как большая семья. Ну, вот как рассказать, даешь задание, человек уходит с этим заданием, приносит совершенно другое, и очень... Говорит, я не дослышал. Нет, он дослышал, но он сел работать, и у него начинается полет, который вот... Это связь, вот та связь, которая как бы управляет им, и он делает, что хочет. И это, слава Богу, что человек вот, что хочет, то и делает. А другая пришла, вот она к нам не ходит, говорит, а я не знаю, что делать, вот мне никто ничего не сказал, я не знаю, что делать. Понимаете, это так страшно, когда вот, если нет указки сверху, человек вот сел, вот бумага, он не знает, что делать. Или одной девочке говорит, посмотрите, как не надо рисовать, эту картинку показывали в садике. А эта женщина уже пришла ко мне, и вот садится тоже на своей волне, вот с этими красками, яркими. И такие картины выдают, что вот сразу вот ходит, ой, ты смотри, что нарисовала. Я говорю, это я в детстве, помню, как я бежала на реку Сош, вот по этому киевскому спуску, вот вижу вода, это все, это вот этот блеск, он ни с чем не сравнить, и как бы он не может показаться. Там река, все. И вот эта вот радость, у нее вдруг на бумаге, я это помню, и вот ее просто благодарю за вот эти ощущения. Надежда Александровна, ну вот хорошо, приходят к вам пожилые люди, рисуют вместе. Они же не просто так рисуют. Наверное, вот ваши персональные выставки есть. Бывали выставки всех вместе? Ну, для того, чтобы показать, что социальная инициатива ваша оправдана, как минимум. Да, бывали. И, в общем-то, одно дело, что они меня очень хорошо поддерживают и на все выставки, как бы, которые гомельские приходят, потому что, сейчас чуть-чуть отвлекусь, что мой принцип быть на выставке активной. Вот я сейчас в Минске выставляюсь, и я сама объявила, что два раза за период полтора месяца я туда приезжаю и работаю под выставкой. Зал-то, вот самый больной зал есть, я туда прихожу с Мольбертом и пишу. Туда, как бы, приходит команда. Вот точно так же мои пенсионеры, значит, приходили со мною на библиотеку Герцена, делали портреты. Вот, значит, на День волонтера, на День пожилого человека приглашали, значит, нас в Городской Центр Культуры и, в общем-то, выставляли свои работы мои, значит, и Вера Павла, и Нина Сербунова, в общем, все, кто считал, даже не то, что там заставляли, а просто, кто уже наработал материал, который нам даже помогла Светлана Львовна выбрать, то выставляли. А сейчас будет, как итог трехлетней работы, вот в октябре месяце мы выставим, значит, выставку совместно с моими подопечными «Цыганская дорога». Это по программе «Надежное будущее для всех» при поддержке немецкого фонда «Память, ответственность, будущее». И эту, значит, программу реализует ГООО «Социальные проекты» Гомельское областное объединение, общественное объединение. Именно социальные проекты. То есть здесь уже, ну, получается, мы уже говорили, клуб поинтересам, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это творчество. Если вернуть... И творчество, и проекты социальные, а вот как-то вот, вы же не думаете, что так пенсионеры, вот они сами готовы помочь. Вот она говорит, что я телевизор не могу смотреть. А говорит, я сама готова помочь. Я сама готова, вот, действовать. Понимаете, потенциал очень большой. Это говорит о невостребованности? Да. Невостребованности. А другое дело, что если человек начинает искать себе приключений, так почему бы не на бумаге, почему бы не окунуться в тот мир искусства, почему бы не съездить, например, как сейчас меня приглашают в Албанию, там уехали туда три мои работы. И за этими работами нужно просто приехать на фестиваль и пять дней вот побыть рядом со всеми вот этими мировыми акварелистами, которые точно так же, как я, сидя дома, нарисовали, и тут вдруг эти работы съехались в один такой прекрасный зал, и, в общем-то, а пять дней там, значит, организовывают и мастер-классы, и экскурсии. И, в общем, моя мечта, чтобы вот так вот я могла себе позволить не сильно далеко ездить, вот, чтобы организовать такое в Гомеле. В Полоцке было два года назад, значит, это называется в Бейнале. Раз в два года, значит, можно собирать этих акварелистов. Ну да, наиболее крупная среди вот именно тех, кто занимается акварелью. Да, да. Вот сейчас в декабре месяце одна работа уехала в Индию, моя, тоже отобрали ее. А как это, работа уехала в Албанию, уехала в Индию? это, вы знаете, это так интересно, это вот окунаешься в этот мир, они вот акварелисты... То есть это интернет опять? Да, они себя называют семья, вот семья, там глобальные директора, которые, значит, семь-девять человек вот организовали, значит, общество акварелей, International Watercolor Society, вот. И, значит, IWS, да, в скобках, Беларусь, Россия, там, Албания, Индия, Китай, и, в общем-то, они все, как бы, в этом обществе друг за друга и приглашают друг друга, и, если в одном году, например, в Китае конкурс, то в следующем году в Индии, а если не в Индии, то вот в Албании, и вот... У нас таких не проводилось? Да, у нас таких еще не проводилось. И вот, кстати, вот в Албанию попало только два человека, вот, мои три работы и Екатерины Зюзиной с Минска две работы. Это из Беларуси, да? Да, да. Вот в Италию поехало, по-моему, 13 работ, но там было условие, что от каждого художника по работе. Вот у меня сейчас есть каталог из вот этого города Фабриана, там, где моя картина. А вы работы на эти выставки предлагаете, специально под них пишете, или то, что уже есть готовое? Значит, одно из условий, что, как бы, ближайшие двух-трехлетние работы, вот, и это, как бы, видно, что человек на уровне. второе, что, опять же, качественная фотография должна быть. Значит, только немцы Ханни Мюлли на свой календарь устанавливают тему. Вот то контрасты, то у них тема природа в городе, а в основном... Ну, то есть, тоже достаточно размытые темы, да? Да. А в основном у этих тема свободная. Ну, естественно, может быть, есть где-то направление, что религию не надо, где-то направление, что обнаженную не надо. Ну, у каждого свое, и нюансы надо очень внимательно читать. А у вас есть своя тема? Тема, в смысле... Тема художественная. Кроме возвращения блудной дочери, у вас есть своя тема? Ну, вот, так понимаю... Возвращаясь к началу нашего разговора, то, что быть художником – это уже удача, но у каждого художника своя тема. Да. Вот... Собственно, как у меня блудная дочь началась? Не то, что я там уже сидела, я сходила на проповедь случайно, как бы услышала, как вот рассуждают мужчины о сыновьях, о мужьях, о блудном сыне. И, в общем-то, мне почему-то захотелось свою лепту внести. Почему-то в религии там женщин как бы мало слушают. вот... Да. И вот... Оставим эту тему. Об этом не будем. Ладно. А моя тема, пожалуйста, меня же никто не просил ее писать. Вот. И как тема сейчас... Какой-то такой глобальной, ну, центровой темы. Я себе расскажу. Когда в Минске прошло мое, значит, открытие, верни, Саша был, значит, там вот я услышала хороших, именитых художников, которые были поражены, значит, ну, то, что блудная дочь, неожиданно, тема. Ну, да. Да. Потом, значит, по следам Ван Гога, у меня там три работы выставленные, тоже, говорит, неожиданно, что, говорит, оказывается, общество, эти любители Ван Гога время от времени устраивают выставки. И в Минске, оказывается, такая была, оказывается. Понимаете, мне это, собственно, я не гоняюсь за этим и не слежу и не бьюсь, я говорю, что вот моя работа. Она просто увидела, и вот то, что у нее было на глазах до того, что она видела, она была удивлена, приятно, удивлена, что у меня есть какой-то свой вид на этого Ван Гога. И, в общем-то, я не побоялась как бы причислиться в ту команду из всех тех, которые уже за ним тащатся. Работы продаются? Нет, я их и не продаю. То есть специально не продаете? А их на стену-то дома не повесишь. Не повесишь? Я вот один портрет нарисовала, я говорю, Вера, вот тебе подарок, но ты его не вешай на стену. Вот понимаете? Я и сама дома время от времени переставляю работы. Время от времени как бы вот... А почему? Тогда возникает вопрос. Почему? А это состояние. Зачем? Состояние передать собственное сейчас состояние, которое присутствует. Да, состояние радости. Акварель предполагает именно состояние, такое настроение. А с другой стороны, если нельзя повесить на сцену? Ну, может, какие-то на продажу это можно, вот уходят там в пейзаж, и там, в общем-то, это прекрасно. Но мне неинтересно. Вот в чем дело. Мой сын, я берегу его картинку, которую он нарисовал в два с половиной года. Он пришел прямо с улицы, вот такая вот погода, осень, хмарно, дождь был. И вот он приходит, берет эти же краски, коричневый, черный, синий, и вот рисует и дождь. Я ахнула, что вот он пришел прямо с улицы и нарисовал это состояние улицы. Понимаете? И вот оно осталось на Болгмаге, его там спрятали, и я его берегу. А ведь у меня очень много каких-то претензий даже к тем и выставкам, и музеям, что время-то идет, и что нашей молодежи надо учиться на более позитивном каком-то материале. Если я вот на более позитивном, что чистыми красками и водой можно тоже с людьми разговаривать, и они видят это и отзываются. Вот в чем дело, что находится отклик, что я после выставок очень смотрю на людей, которые пришли и уходят, да, и вот этот вот взгляд мне очень приятен. Вы хотите сказать, что занятие живописи, ну и в частности акварелью, это имеет какой-то терапевтический эффект? Естественно. То есть сбрасывается... Это доказано уже... Только мне эти приборы не цепляют. Еще все впереди. Все посмотрят нашу программу, и тут же вы узнаете. Кстати, с другой стороны, может быть, наша программа и поможет другим людям, которые точно так же открывают или чувствуют в себе вот желание хотя бы. Ну, потому что в детском саду рисовали все, в школе на уроках рисования, наверное, до третьего класса рисовали все. А потом даже есть... А где потом? Потом вот это у вас такой уникальный, я бы сказала, случай, когда вы не... Ничего, что я так льщу прямо так откровенно. Ничего, что я так льщу. Если боитесь это говорить, не говорите. А я не говорю, я шепотом, я шепотом. Ну, ладно. Я шепотом. То есть, когда вы вот 25 лет лежали краски, вы все-таки их достали, все-таки силы хватило, и не только самой, в общем-то, а еще и привлечь других людей. Организовать это даже в какой-то социальный проект, которых, ну, наверное, не так много, даже по республике, я не говорю... Бесплатно посещений, я не знаю таких. Вот просто по Белоруссии, вот сейчас выходим на один, значит, проект, просто вот я сама прошу поделиться опытом, показать мне тех людей, с которыми можно вот пообщаться именно вот так вот, что они собирают людей, мы собираем людей, чтобы вот, ну, как бы, чуть-чуть вот расширить такие рамки. А перспективу какую-то вы видите в этом? В этом проекте как таковом? То есть просто расширение, общение, терапевтический эффект, социальное, то, что занятость, ну, есть люди, людям, чем заняться, может быть, если это говорить о пенсионерах, такая расхожая бабки возле подъезда сидят и обсуждают, либо смотрят телевизор А так будут сидеть с мольбертами, да? А так с мольбертами, да, и будут не обсуждать, а рисовать этих тех, кто проходит мимо. Значит, чуть-чуть вот как бы поймала мысли. Мои, кстати, без меня могут поехать и на конюшню там рисовать, и ходить, значит, на пляж там тоже рисовать. У них уже друг с другом они передружились. А то, что перспектива, да дай бог, нам столько здесь еще непаханого поля, а почему на молодежь как бы не посмотреть, а почему бы и молодежь с нами не взять. В общем-то, Катя в Минске, вот она чуть-чуть позже как бы вот взялась и всплыла вот на эту международную арену, так она там четко сразу говорит, что рисуем на мировом уровне. Мы знаем требования, которые вот преподают. Если вот первый знак, что мою работу взяли туда, значит, сюда, вот где-то она уже засветилась и в каталогах, это же здорово, это же, дай бог, что по Белоруссии было таких ни одна, ни две. Это я не то, что говорю, что я там такая уникальная, просто у нас мало об этом знают, что уникальных тут еще капни, прям не оберешься. Само осознание то, что ну вот Гомель вроде бы по сравнению там, я не знаю, Америка, Нью-Йорк, Милан, бесконечные эти все Каннские фестивали где-то, а мы тут вдруг в Гомеле ходим вот здесь, не видим пейзажи, ну рисуем что-то. Неужели вот это отсутствует, так сказать, градация по территории, по качеству или другая система ценностей? Спросить у нашей вот Светланы Львовны, у Курашовой, у тех преподавателей, которые вот преподают акварель и живопись вот в колледжах у нас. Это не ко мне. Я бы хотел в вашем. Потому что я не знаю, я всплыла, говорю, что вот на своей вот домашней фактически кухне меня еще там как в холодильник залезть, значит, пинали, что и отодвинься, там просто освещение, было лучше. Сейчас я уже к компьютеру в зал перебралась. Мама, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вот точно так же удивлялись и те, значит, в фотоателье, где я сканировать приносила, картинки, которые на книжку попали. А в общем-то, вот, в общем-то, с Питера искусствовед Женя хочет нарисовать раскраску в маленькой детской, значит, в картинке. Он же должен обязательно в рамку попасть цветом. А когда рамки нет, а когда краска разливается, все нету, вот нету того, а это космос. И, оказывается, есть у меня вот книга в китайские рассказы, то там иллюстрации специально делались вот уникально, что рисунок сам себе, а краска ложится рядом, не попадая. И получается, что это уникальный момент, что рисунок идет сам себе, а цвет как бы его догоняет или обгоняет. И, в общем-то, получается уже два наложения. И это здорово. И восприятие совсем другое. И восприятие другое. И это все еще в средневековом как бы вот периоде это делалось. А нам тут рамки. Вот в чем дело. Надо их снимать. Рамки без рамок тоже. Лучше, если каждый сам себе ставит рамки, наверное, а не кто-то другой. А рамки, даже рамки холста, это уже тоже рамки. А сейчас, между прочим, есть антирамы. Вот у меня последний как бы был период антирамы. Это шикарная вещь. Вот придите на мою выставку, посмотрите. Есть такой момент. Я так думаю, что выставок будет еще много. И та прямо сейчас есть в Минске проходит, да? Прямо сейчас в Минске проходит. До 12 октября. Ага. Ну, может быть, мы успеем. Программа наша записывается. Может быть, эфир успеет еще до этого времени. Но я думаю, это не последняя выставка. Да. Да. Вот так скромно. Ну и завершая наш разговор, напомню, что Надежда Александровна Репина была сегодня в студии программы «Добрый вечер». Завершая наш разговор, наверное, можно все-таки сказать, что американский психолог, с фразой которой мы начали разговор, Чарльз Кулей относительно того, что быть художником это уже удача. Все-таки ваш пример, наверное, подтверждает. Как вы считаете? А я желаю всем, что те, кто увидит эту передачу, скажут, вот это удача и придут ко мне рисовать. Вот так вот. Надежда Александровна Репина в студии нашей программы. Александр Гулай, музыкальное сопровождение. Большое спасибо музыкальному магазину «Виртуоз» по Ирининской 19А за предоставление инструмента для записи нашей программы. Ну и вел программу Сергей Красноборот. На этом прощаемся. Всего вам доброго. Партнер показа сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова